Приветствую всех на канале Горизонт Событий. На востоке Грузии вчера прошел смерч. Смерч в крае Кахети повредил монастырский комплекс Алаверди, датируемый XI веком. Об этом сообщило Национальное агентство по охране культурного наследия Минкультуры Грузии. За несколько минут смерч оторвал жестяное перекрытие купола, сломал окна западной части храма и купола, повредил жестяную крышу часовни и черепицу, на дворце епископа произошло обрушение балкона дворца, с купола упал крест. Ветер также перевернул и припаркованную рядом машину. На месте находятся специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий стихии. Минкультуры Грузии Вечером 25 июня на Новосибирск обрушился мощный ливень, сопровождающийся шквалистым ветром. При этом в некоторых районах города прошел град размером с теннисный мячик. Разбушевавшаяся стихия оставила после себя десятки поваленных деревьев, груда разрушенного асфальта и затопленные подъезды домов. Собственный бассейн образовался у жителей одной из высоток в микрорайоне Стрижи после ливня. На улице перевозчикова и в Стрижах ветром вырвало деревья и повалило настоящие рядом автомобили. На новогодней в Кировском районе дерево упало поперек дороги, перекрыв движение. В родниках после сильного ливня потоки воды собрали асфальт с проезжей части и оставили после себя горы дорожного покрытия, заблокировав движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мойой unser Stück Грана Остро Редактор субтитров Неч經 Шквалистый ветер с дождем обрушился во вторник на Чечню. В результате в разных населенных пунктах сорвало крыши зданий, повалило деревья и затопило улицы, а в горных районах произошел сход селевых масс. Кроме того, из-за непогоды повреждения получили машины жителей в разных городах и селах региона. Отмечается, что больше всего пострадал город Аргун. Очевидцы засняли, как сильный ветер буквально срывает крыши домов. На одном из роликов часть сорванного навеса вылетела на проезжую часть и повредила несколько автомобилей, а одну машину и вовсе перевернула. Субтитры создавал DimaTorzok Идемки Субтитры создавал DimaTorzok Великобритания Идемки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В данный момент шлюз перекрыли и воду перенаправили в другой канал В МЧС заверили, что угрозы затопления больше нет В Туркестанской области вчера в 19 часов 20 минут на сложном кривом участке Тулькубас, Арыс, перегона Минлибай, Коктерик, произошел сход вагонов На место схода были отправлены восстановительные поезда со станций Шимкент, Арыс и Тарас Предварительная причина схода – излом оси колесной пары частного вагона Вагоны опрокинулись на бок и повредили высоковольтную линию электропередач, что повлекло возгорание шпал и сухостоя Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров Из-за ЧП произошла задержка более десятка пассажирских поездов Жертв и пострадавших в результате схода вагонов нет Новый лесной пожар вспыхнул возле Лапайна в штате Орегон Он получил название «Пожар Дарлин-3» Пожар быстро разросся, и офис шерифа округа Дешут начал эвакуацию жителей близлежащих районов На место пожара были отправлены десятки экипажей пожарных, также запросили пожарную авиацию В средней школе Лапайн создан эвакуационный приют К 18 часам вечера площадь пожара увеличилась до 1700 акров В связи с пожаром в Дарлин был применен закон штата о чрезвычайных пожарах К тушению пожара было привлечено множество дополнительных ресурсов Включая оперативные группы и пожарный поезд В городе было отключено электричество В штате Небраска, недалеко от Уитмена, вчера прошел торнадо О его последствиях не сообщалось Вчера утром в Чжэньчжоу была снесена угольная тепловая электростанция, работавшая с 1953 года За десятилетия эксплуатации она выработала миллиарды киловатт-часов электроэнергии Но из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды было решено остановить ее производство На месте старой электростанции появятся современные парки и жилые массивы Что значительно улучшит экологическую ситуацию в регионе Этот шаг символизирует переход Китая к более чистой и устойчивой энергетике, заявили власти региона Полоцкие работники МЧС спасли провалившуюся в колодец лошадь Доставали бедное животное из-за под них глубиной в 3 метра с помощью пожарных рукавов и подручных средств Спасибо за просмотр! И до завтра на нашем канале!